Сегодня Церковь готовит нас к спасительному времени Великого Поста напоминанием о страшном суде. А что это такое? Ну, наверное, что-то страшное. А что такое суд? Это то, что ожидает, то, что даст оценку поступкам того или иного человека. Но давайте зададим себе вопрос, а кого этот суд ожидает? Этот суд ожидает всех, каждого человека. И каждого из нас можно назвать человеком подсудимым, потому что настанет время, когда каждого из нас за всю нашу прожитую жизнь Господь, как праведный судья, спросит и каждому воздаст по делам своим. Но возникает вопрос. Господи, так что же нам теперь делать? Неужели всех нас ждет погибель? И тут нужно сказать о другом. Каждый, кто обретет веру и раскается в своих грехах, и проживет свою жизнь с Богом, не только надеется, но может, уповая на Господа, спастись и в разум истины прийти. Но как рыбу нельзя вытащить из пруда без труда, так без труда, тем более без усилий над собою нельзя спастись. Нельзя не постясь, не молясь, не поднимая себя ленивого и ленивую в храм Божий на службу. Разве не хочется поспать? Всем хочется поспать. Разве не хочется посидеть, что-нибудь такое интересное? Просто посмотреть и ни о чем не думать. А надо подняться и почитать Священное Писание. Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, о важности изучения Священного Писания. Если мы не будем читать вот эти слова, мы дадим двойной ответ. Бог дал нам свое слово, а мы его пренебрегли. Я хочу пригласить тех, кто хочет что-то делать во свое спасение, в конкретные дела веры, потому что как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва есть. И вот кто приходит в храм, просто свечку поставит, это еще только начало пути спасения. Если мы не будем трудиться над спасением своей души, понуждать свое тело, вспомните подвижники, вериги носили, постились там просто до такой степени, говорит, изнеможение собственного тела. Они изнуряли свои тела. А мы что делаем? А мы только и делаем, что ублажаем свои тела. Если кто-то этому препятствует, но этот человек попадает уже в немилость перед нами. Поэтому наоборот, вместо того, чтобы ублажать сейчас период поста, уже христиане мясную пищу не едят. Они начинают уже готовиться к великому посту и настраиваются на это время воздержания. Но в сегодняшнем Евангелии Господь сказал о том, что когда он придет и сядет на престоле славы своей, во славе ангелов своих, то он всех приведет к себе. И разделит, как пастырь козлов от овец. И пойдут одни в муку вечную, а другие в жизнь вечную. А как же это будет? Потому что Господь им сказал, что я алкал, я голодал, а вы дали мне есть. Разве не понятное благословение Божие, что каждый из нас пусть подумает, а как он сможет помочь тем, кому нечего сейчас есть? Чтобы спасти свою душу, нужно начинать работать. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. И подняться надо, и усилиться надо, потому что Царствие Божие усилием берется. И употребляющие усилия восхищают Его. Вы слышите? Тот, кто не поленится и поработает теперь Господу Богу во все дни жизни своей, унаследует Царство Небесное. То есть есть выбор, пока мы живы. Кто-то скажет, да ладно, не буду я этого слушать. Это твой выбор, ты сделал свой выбор. Итак, дорогие, хватит просто стоять, пора работать, Господи, со страхом и радоваться Ему с трепетом. Давайте мы все что-то сделаем. Посмотрите, сколько сделано для вас. Ну, пришло время что-то сделать и вам. Вы знаете, сколько спускается, так за перильце держится, и по одной ступенечке кто-то сбежал, и не обратил внимания. А вот такого, ну просто под руку возьми, ну помоги дойти до остановочка, если ты на машине, ну подъехал, посадил. Да она же за тебя Богу помолится. И вот ты понимаешь, ты был хромым, больным, а ты помог. А когда, да разве это Христу помог? Да это бабушка какая-то, это старый человек какой-то, это может еще какой-то. Да я и не думал Христу, я просто помогал, потому что, ну добрые дела-то должны быть для спасения моей души. А потому, когда придет суд, тебе будет что предъявить сопротив, то есть на другую чашу весов твоих грехов. А пока есть время, есть силы, давайте приходить и Господа просить, Господи, будь милостив, не грешным. Как вот тот мытарь. И помните, вот за эти только слова, за вот это покаяние, он ушел оправданным. Ничего не понимаю, но вот буду стоять, Боже, будь милостив, не грешным. Это молитва мытаря. И уйдешь оправданный, а если уйдешь, еще добрые дела будешь делать, то спасешься, и тогда тебе страшным суд, страшным не будет. Страшным он будет для грешников. А для любящих Бога это будет радостной встречей, как мы и говорим по научению церкви. Вруцы твои, Господи, предаю дух мой. Вот сколько людей, умирая, сказали эту молитву, запомните ее. Умирая, произнести эти слова в руки твои, Господи, всю жизнь, может быть не всю, последние какие-то годы только поработал тебе, как мог. Но теперь понял, что ты есть, и я отдаю свою душу в твои любящие отеческие руки. И прими меня, как того сына блудного, в свои объятия. И я верю, что твоя любовь покроет мои грехи. И то, что я успел сделать, не ради там какого-то добра, а ради спасения своей души. Спасибо.